Еще раз всем добрый день. И вчерашнее выступление, оно тоже было достаточно важным, на мой взгляд. Поэтому я никаких вступительных слов говорить не буду. Хотел бы лишь сказать, что очень рад вас всех видеть спустя год. Надеюсь, что этот год, несмотря на кризис, был для вас достаточно благополучным. Я считаю тот формат работы, который мы когда-то придумали некоторое время назад, уже вполне сформировавшимся, хорошим, интересным. Но вы мне сами сейчас расскажете, что в нем хорошего, что можно подкорректировать. Я обрадовался, когда мне Алексей Алексеевич сказал, что вы побывали в Якутии, во всяком случае, многие из присутствующих. Это на самом деле очень важно, потому что, когда бываешь в таких дальних углах, начинаешь понимать все-таки, что есть Россия, как бы это пафосно ни звучало. Поэтому вам тоже мне хотелось из-за этого сказать спасибо, за то, что вы посмотрели часть России. Все, я готов к общению. Дмитрий Анатольевич, от лица организаторов и участников клуба разрешите поприветствовать вас, поблагодарить за возможность встретиться. В этом году в работе клуба принимали участие 45 экспертов и политологов из 15 стран. В этом году к нам добавились коллеги из Венгрии, Польши и Турции. Мы считаем это очень хорошим знаком и думаем, что и в этом направлении мы будем работать, и круг, и представительство, география клуба будет расширяться. Четыре панельные дискуссии прошли под общей тематикой «Россия-Запад. Назад в будущее». И коллеги обсуждали на этих дискуссиях, действительно ли закончилась холодная война, как произошла и как происходит ядерная перезагрузка и перспективы взаимоотношений России и Запада, ну и России и Восток в том числе. Разрешите мне на правах соорганизатора клуба предоставить возможность задать первый вопрос коллеге из Канады Петру Дуткевичу. Господин президент, мы вчера поздно вечером вернулись из Ярославля. Хотелось бы узнать от вас, что эта конференция для вас значила, какое значение вы придаете последствиям этой конференции. Вы знаете, где-то два года тому назад мы пытались разобраться очень сильно, что такое план Путина. После того, как мы побывали, видели и услышали Ярославскую конференцию, может быть я ошибаюсь, что мне кажется, что вы с ей помощью очертили стратегию Медведева. Если это так, какая суть этой стратегии? Если нет, если я ошибаюсь, извините, пожалуйста. Я думаю, что не только иностранцы хотели бы услышать от вас ответ на этот вопрос. Спасибо. У каждого руководителя государства должен быть свой план, иначе как строить работу. Конечно, это понятие не такое примитивное, может быть, как набор тезисов. И он включает в себя целый набор представлений собственных идеологем, эмоций даже, если хотите, от того, каким образом необходимо организовать работу, как строить руководство государством. Если говорить о моем плане, то, конечно, он начал формироваться не сейчас, это было бы не очень правильно так говорить. Я считаю, что я говорил достаточно важные вещи в ходе предвыборной кампании, когда говорил о определенных этапах развития нашей страны и о приоритетах, которые должны обязательно быть реализованы. Но и то, что я вчера говорил, это, конечно, кусочек стратегии, я не буду отнекиваться. Это не случайные слова. Я говорил их не ради того, чтобы понравиться уважаемой публике. Я действительно так считаю, точно так же, как я считаю, что большое количество недостатков, которые мы еще имеем, о которых я написал в своей статье недавней, это тоже часть большой работы. Что же касается конференции, вы знаете, это первый опыт. У нас есть свои российские маленькие довосы, такие, как Петербург, или не очень маленькие, на самом деле, по объемам уже, такие вполне значимые. Сочинский форум, вот он будет в ближайшее время. Но у нас не было своей политической площадки. А в России любят политические исследования. Много пишут на эту тему. Пишут очень разное, кое-что даже интересное коллеги пишут иногда. Мне это самому не очень чуждо. Я все-таки некоторое время назад занимался правом и стало быть отчасти политическими науками. Поэтому я с удовольствием эту идею одобрил, когда ко мне коллеги пришли и сказали, вот есть предложение провести вот такой форум. И как мне показалось, не знаю, судить вам, он неплохо получился, потому как, во-первых, была нормальная полноценная дискуссия, во-вторых, под этим углом на развитие международных отношений на российских площадках мы еще не смотрели. Поэтому если из этого получится российский политический форум, такой традиционный, который будет проводиться с периодичностью раз в год, да еще и в таком, на мой взгляд, симпатичном городе, как Ярославль, несмотря на то, что у него, в общем, есть и свои проблемы. Он старый город, требует реконструкции. Это тоже очень хорошо. Поэтому у меня впечатление позитивное. Но закругляя ответ на этот вопрос, я вам на ваш вопрос отвечаю «да». Это часть плана. Разрешите предоставить слово Анджеле Стэнт одному из первых учредителей и участников самого первого заседания Валдайского клуба. Господин президент, я с большим интересом прочитала статью, которую вы упомянули, которую вы напечатали на прошлой неделе, о проблемах, с которыми Россия столкнулась с этим модернизацией. Это был уникальный новый формат, и мне хотелось бы узнать, почему вы выбрали именно такой формат. Что вы ожидаете? Какую реакцию от ваших граждан вы ожидаете? Что вы думаете, ваши граждане напишут по этому поводу? Еще одна вещь, которая меня поразила, это очень амбициозная программа, о которой вы говорите. Вы считаете, возможно достичь этих целей, учитывая все экономические трудности, с которыми столкнулся весь мир? Благодарю вас за то, что вы уделили внимание этой статье. Я бы не сказал, что это все-таки какая-то сверхуникальная форма, тем более я не преследовал цель использовать что-то сверх такое любопытное, сверх нетрадиционное. Статья – это нормальная форма общения. Другой вопрос, что я впервые, действительно, такой практики не было в истории Российской Федерации, написал, по сути, конспект своего послания, послание к нашему парламенту. И теперь то, о чем я буду говорить, известно заранее. И я действительно попросил всех, кто заинтересован в сотрудничестве, и тех, кто согласен с линией действующей власти, и тех, кто оппонирует ей, поделиться своими представлениями о том, что делать дальше. Вот поэтому надеюсь, что такого рода идея, она получит свое продолжение в виде большого количества отзывов, которые уже поступают и в правительство, и на сайт президента, и в администрацию президента. Я надеюсь, что часть этих предложений я смогу использовать даже при подготовке основного послания. Но разница, скажем, между вот этой статьей и посланием, конечно, есть, потому что это общая рамка. Это общая рамка, это предложение к дискуссии, это в известной мере, ну, такие, если хотите, эмоциональные вещи, которые, на мой взгляд, должны зацепить. Послание, конечно, более консервативный документ. В послании должны содержаться не только вопросы, почему у нас много проблем, но и ответы, что делать. Но послание тоже, конечно, не развернутый план, это все-таки тоже идеология. Продолжение следует...